Я волшебник Волшебная дудочка. Русская сказка. Как слышал сказку, так и рассказываю. В стародавние годы жили-были муж с женой. И росла у них дочка пригожая. Всем девица взяла. И ростом, и дородством, и угожеством. Глядя на нее, люди радовались. Со всеми девушка приветливая, ласковая, обходительная. Всем торопилась помочь, чем могла. Но вот пришло несчастье. Пришла беда. Умерла у девушки мать. Много ли, мало времени прошло. Женился отец на вдовице. А вдовица свою дочь в дом привела. И стала в семье четверо. Сиротой жить нерадостно. А при мачехе стало и того хуже. Родную дочь она нежила, тешила. А падчерицу не взлюбила с первого дня. С петухами сирота вставала. Слезами умывалась. До полуночи по хозяйству управлялась. И прила, и ткала, и по воду ходила. И дрова носила, и коров доила. А злая баба только покрикивала. Не умелица ты, негодница. Хлебоежа на мою голову досталась. Вот открыл как-то раз отец сундук, что от первой жены остался. А в сундуке и душегрея мехом отороченная. И кокошник с жемчугами унизанный. И полсапожки сафьяновые. И перстенек золотой с камушком дорогим. И одежа разная. Поделим поровну. И будет у наших дочерей приданное, сказал отец. А завистливая мачеха со своей дочерью затаили черную думу. Эко богатство делить на две доли, мачеха шептала дочери. Да с таким-то приданным мы и купеческого сына найдем. Не за мужика выйдешь? За лапотника. Только не плашай. Прошло сколько-то времени после того разговора. Собрались девушки по ягоды идти. Отец шутейно им и говорит. Ну вот, кто из вас больше ягод принесет, той при дележе приданного чуть побольше достанется. Ходят девушки по лесу, аукаются, берут ягоды. А как завечерело, сошлись они на полянке. Глянула мачехина дочь, батюшки Светы. У стариковой дочери корзинка полным-полна. А у нее всего ничего, лишь на донышке. Тут и припомнились материны речи. Не делить приданного на две доли. И как проходили через болото, выхватила мачехина дочь у сводной сестры корзину с ягодами и столкнула ее с перекладин жердочек в бездонную топь. Тону я, погибаю, сестрица милая, взмолилась девица. Помоги мне, стану я тебе помогать, тони, из этой топи не выкарабкаешься. А все приданное мне одной достанется, крикнула мачехина дочь. Перебралась через болото и бегом побежала домой. Дорогой пересыпала в свой кузов ягоды, чистые, крупные, однако одной, а корзинку сводной сестры закопала в мох. Умница моя разумница, встретила ее мать. Посмотри, старик, сколько ягод моя дочка набрала. А чего вместе не пришли? — спросил отец. — Разошлись мы с ней, — ответила мачехина дочь. Аукалась я, аукалась, да никто мне не откликнулся. Думаю, раньше меня набрала корзинку и ушла домой. — Ну где ей, доченька, раньше тебя управится? Уснула где-нибудь, вот и не услышала тебя, — засмеялась баба. Вечер прошел и ночь прошла. Поутру старик рано встал. — Надо идти искать, — говорит. Видно, беда стряслась. Собрал соседей, пошли они в лес. И бабина дочь с ними. — Вот здесь, — рассказывает, — мы разошлись и больше не виделись. Ходили-ходили день с утра до вечера, так ни с чем и воротились. Лето уже на исходе, идет-бредет по тем тропам старичок-странник. Ступил на жердочки перекладины, а на топлом месте растет травяная дудка. Срезал ту дудку старик, приложил к губам и только подул в нее, как слышит. Заиграла, запела дудка, жалобно запричитала. — Поиграй, поиграй, дедушка, поиграй, поиграй, родимый. Нас было две сходные сестрицы, и вот меня загубили за красные ягодки, да за матушкина приданная в гнилом болоте утопили. Вот пришел старик-странник поздно вечером в ту деревню, попросился в крайнюю избу ночевать, как раз в тот дом, где сирота-девица потерялась. После ужина заговорил старик-странник. — Неподалеку от вашей деревни срезал я дудочку, такая забавная, сама поет-выговаривает. — Возьми-ка, хозяин, подуй в эту дудочку. Чуть только подул хозяин в дудочку, как заговорила, запела она. — Поиграй, поиграй, мой батюшка, поиграй, поиграй, родимый. Нас было две сходные сестрицы, и вот меня загубили за красные ягодки, да за матушкина приданная в гнилом болоте утопили. С лица старик сменился, протянул дудочку пачерице. — Ну-ка ты поиграй. Только поднесла на дудочку к губам, как заиграла, запела дудочка. — Поиграй, поиграй, сестрица сводная, поиграй, поиграй, лиходейка, поиграй, поиграй, душегубка, ты меня убила, в гнилом болоте утопила, за красные ягодки, да за матушкина приданная жизни лишила. Кинулся отец за понятыми, девку-лиходейку, а заодно и мать злую бабу связали, приставили караул. Отец с понятыми, да со стариком-странником на болото побежали. Поискали, поискали, и в скором времени вытащили девушку. Обмыли ее, обредили. Тут она открыла глаза, промолвила. — Ой, как долго мне спалось, да много во сне виделось. — Не держи, родимый батюшка, ни бабы-лиходейки, ни дочери-злодейки. Не будет от них житья ни тебе, ни мне. Простил отец на радостях злую бабу и падчерицу-злодейку, прогнал их со двора. — Ступайте, откуда пришли. Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец.